О главных событиях к этому часу. ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты на линии соприкосновения. Киев ожидает от Польши жесткий ответ за проспект Бандеры. Украинские пограничники не выпустили из Крыма немецкого пенсионера. За минувшую ночь украинская армия выпустила 104 мины по окраинам Донецка, Горловки и Синоватой и южным селам Донецкой Народной Республики. Обстрелы начались около 19.30 и не прекращались до трёх часов утра. Мины падали на территорию аэропорта на севере Донецка, а также в посёлках Трудовский, Спартак, Зайцево, Озеряновка, Широкая железная балка, Коминтерна, Васаханка, Ленинская, на территории шахты имени Гагарина под Горловкой. В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков села Саханка Новозовского района на юге Донецкой Народной Республики повреждены газопроводы и линии электропередачи. Об этом сообщил глава райадминистрации Олег Маргун. Коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам. Также глава райадминистрации подтвердил информацию о двух поврежденных домах в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, в домах отсутствует остекление и посечена кровля. Российские военные доставили около двух тонн гуманитарной помощи в район сирийской провинции Латакия. Жителям труднодоступного поселения Арамо выдали консервы, муку и крупы. Также военнослужащими России был развернут мобильный пункт, где всем нуждающимся была оказана медицинская помощь. По словам представителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, полковника Кирилла Савина, продукты и крупы в настоящий момент очень востребованы во всей Сирии. Особенно это касается труднодоступных горных районов Латакии, где люди живут изолировано. Власти Польши могут жёстко отреагировать на то, что киевское руководство решило переименовать Московский проспект в проспект Бандеры. Варшава уже негативно отнеслась к данному шагу. Она тут же признала волынскую резню геноцидом и обвинила украинских националистов в целенаправленном уничтожении поляка во время Второй мировой войны. В то же время эксперты обещают, что Польша на этом может не остановиться, пишет украинская интернет-газета «Вести». Как говорится в публикации, Варшава готова вновь поднять вопрос о том, кому на самом деле принадлежат Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области, которые некогда входили в состав Галиции. Кроме того, поляки могут напомнить Киеву о реституции, в том числе потребовать выплатить компенсации или вернуть принадлежавшее им некогда имущество. Журналисты издания подчеркивают, что также из-за почитания националистов у Украины могут возникнуть проблемы с визами в Польшу. 66-летний турист из Германии столкнулся с проблемами при въезде в Украину из Республики Крым. Украинские пограничники не пустили в страну гражданина Евросоюза, несмотря на исправные документы. Инцидент произошел на пропускном пункте Армянск. Немецкий турист совершал большой тур по России, который заканчивался в Крыму. После этого он намеревался пересечь российско-украинскую границу и через Украину вернуться на родину. Как рассказали в погрануправлении ФСБ России по Республике Крым, российские пограничники предупредили немца о том, что украинская сторона может отказать ему во въезде. Однако турист решил продолжить путешествие, надеясь, что ограничение на российско-украинской границе не распространяется на граждан Евросоюза. В результате российские пограничники оказались правы, и немца в Украину действительно не пустили. Пенсионер оказался в затруднительном положении, так как его виза не предусматривала очередного въезда в Россию. Оформить ещё одну однократную визу в Россию немцы помогли российские пограничники, по ней турист смог вернуться домой. Российская погранслужба отмечает, что это уже не первый случай, когда украинская сторона препятствует свободному передвижению граждан Евросоюза, имеющим действительные документы.